Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова я, хозяйка Медвежьего угла Елена Горчакова. И сегодня в рамках Школы Травоведения мы будем говорить об аллергии. На эту тему было очень много вопросов. Я много раз пыталась ответить в комментариях, в коротких каких-то видео, но тема огромная, и поэтому я уже решила собрать вместе весь материал и выдать его как-то в одном фильме. Начну с самой сути. А суть дела заключается в следующем. Аллергия – это реакция нашего с вами иммунитета на какой-то раздражитель. Причем раздражитель оказывается не тем, который, ну для чего, если хотите, иммунитет на самом деле предназначен, для борьбы с инфекцией, для борьбы с какими-то повреждениями механическими организмами. А начинает он бороться, например, с избытком цветочной пыльцы или пыльцы определенного вида, или с каким-то видом пищи, или с чем-то еще таким, как бы, ну, или с шерстью животного. Кошки, например, бывают лергии на кошачьей шерсть у многих людей и так далее. То есть, ну, сам принцип нужно понимать, что это именно реакция иммунитета. И именно поэтому, поскольку это реакция иммунитета, существует возможность, в принципе, возможность воздействия на это состояние средствами народной медицины, различными травами и другими способами, о которых я сейчас буду в этом фильме говорить. Но здесь важно, важно с чего начать. Начинать нужно обязательно с визита к официальному врачу. Я понимаю, что вы все их не любите, что сейчас мне начнут писать в комментариях, что официальная медицина всех травит и убивает. Но это не так, поверьте мне, мои дорогие. Они не все монстры. Среди них много хороших, благородных людей, прекрасных специалистов в своем деле. Поверьте мне, я сталкивалась с такими врачами. Но на самом деле, я уже кроме шуток, серьезно. Серьезно следующее хочу сказать. Пока вы не знаете, на что у вас аллергия, ни в коем случае не пользуйтесь средствами народной медицины для того, чтобы с ней бороться. Ни в коем случае. Потому что сами эти средства могут оказаться жутким аллергеном. И это может кончиться очень плохо для вашего здоровья, понимаете? Если вы, пытаясь лечить аллергию, ведете еще аллерген. Это может действительно плохо кончиться. Вы должны точно знать, что те вещества, о которых я буду говорить, не являются для вас аллергенами, не вызывают лично у вас аллергию. Это может установить только врач-аллерголог. Там проводятся анализы. Там куча анализов крови проводится. Там проводятся тесты на различные вещества, наиболее распространенные аллергены. И в результате исследования можно установить. Сейчас, я, кстати говоря, встречалась, что и в платных клиниках это делают очень быстро и легко достаточно. То есть, ну, не проблема. Сейчас, сегодня установить, на что у человека аллергия, это не проблема. Ну, а теперь поговорим, как бы, о самих народных средствах. Вот, например, смотрите, сколько у меня аллергенов. Вот я хочу сказать, что у меня аллергии нет. Это точно. Вот такие у меня очаровательные аллергены. Вот, ну, а теперь поговорим о средствах народной медицины. Только сначала их отпустим. А, Ричард хочет остаться, кстати говоря, да? Первый рецепт народной медицины при аллергии заключается в следующем. Вам понадобятся медовые соты с медом. И прежде всего вы должны выяснить, что у вас нет аллергии на продукты пчеловодства, на мед и так далее. Значит, медовые соты вы должны жевать как минимум три раза в день. Если аллергия сильная достаточно, то до пяти раз в день. Просто берете медовые соты, кусочек, и прожевываете их. Жуете как жвачку, мед сразу проглатывается достаточно быстро, потом остается воск и другие очаровательные продукты пчеловодства, которые потихонечку, потихонечку укрепляют ваш иммунитет, и аллергия проходит. Достаточно эффективным средством для лечения аллергии, которое рекомендуют многие авторы, является мумиё. Мумиё нужно покупать хорошего качества, и проверить это можно очень легко. Вам придется растворить один грамм мумиё в одном литре холодной кипяченой воды. Так вот, хороший продукт, хороший мумиё, он растворится и не оставит никакого заметного осадка при этом. Вот этот вот раствор следует принимать таким образом. Маленьким детям от года до трёх лет назначают 50 мл вот этого раствора в день. Детям среднего школьного возраста до 70 мл, а взрослым и детям старшего возраста 100 мл раствора в день. Причём принимать этот раствор следует утром натощак до еды, ну минут за 15 до завтрака. Следующий рецепт достаточно сложный, поэтому я его прочитаю. Скрлупу 10 сырых лиц нужно освободить от внутренней плёнки, просушить, растереть в порошок. Порошок залить соком 10 лимонов и поставить на 10 дней в тёмное место. Полученную смесь нужно процедить через марлю и смешать с другим составом, который готовится следующим образом. 10 желтков взбить с 10 ложками сахара и в получившийся гоголь-моголь влить в бутылку коньяка. Полученную смесь, порошок скорлупы, лимонный сок, желтки и коньяк тщательно перемешать и принимать, если в том случае, если нет аллергии, конечно, на компоненты, по 30 мл 3 раза в день за полчаса до еды. Принимать 14 дней. При необходимости провести повторный курс лечения без перерыва. Но без перерыва после этого курса. Хочу отметить следующее. Во-первых, это, конечно, средство не для детей, потому что присутствует алкоголь. Во-вторых, 30 мл это очень немного, это вполне допустимо. Ну, при лечении аллергии 30 мл самого средства принимаем. А учтём, что там алкоголь почти в половину разбавлен. То есть не такая уж высокая градусность, вполне возможно. Ну, и избежать в этом средстве это наверняка не получится, поскольку ему нужен консервант. Это обязательно. Так что вот такой вот рецепт. Как бы я знаю о том, что рецепт эффективный, иначе не приводило бы вам его в своём фильме. Прекрасным средством, оказывающим общее антиаллергическое действие, является корень сельдерея. Его можно использовать летом свежий, а зимой высушенный, потому что, естественно, зимой свежего корня нет. А свежий корень сельдерея летом следует натереть на тёрке и отжать из него сок через тряпочку. Либо пропустить его через обыкновенную классическую овощную соковыжималку. Вам понадобится всего лишь несколько чайных ложечек этого сока на день. Хранить этот сок нельзя, поэтому я вот именно предпочитаю именно потереть на тёрке и отжимать через ткань, потому что так, ну, меньше корня сельдерей расходуется на один раз. В большой соковыжималке отжать так мало сразу невозможно. Итак, по половине чайной ложки свежевыжатого корня сельдерея нужно принимать 3 или 5 раз в день. Очень хорошо снимает все симптомы аллергии и оказывает общее противоаллергическое действие. Если на дворе зима и свежего корня сельдерея нет, возьмите высушенный корень сельдерея, измельчите его в кофемолке или в ступке, то есть в тонкий порошок, залейте холодной водой, настаивайте в течение 2 часов и после этого принимайте по полстакана, то есть освободите вот этот настой холодной воды от самих частичек корня сельдерея, тоже процедите. И принимайте это по полстакана 3 или 5 раз в день. Ну, зависит от того, как ваш организм будет реагировать. Прекрасное средство, очень эффективное. Следующий рецепт при проявлениях аллергии очень простой. Достаточно принимать по 2 таблетки активированного угля 4-5 раз в день. Проявления аллергии станут заметно меньше. Это действие активированного угля основано на том, что он великолепный адсорбент и чаще всего убирает из организма те вещества, которые вызывают аллергию. Ну, достаточно активно их выбирает. Хотя и при аллергиях не только на пищевые вещества, но и при аллергиях, например, на кошачью шерсть, этот рецепт тоже, как ни странно, помогает. Честно говоря, не знаю почему, но работает. Попробуйте. Есть один замечательный рецепт для ингаляции при аллергической бронхиальной астме. Нужно взять 8 грамм травы ряски и 8 грамм череды. Смешать это и заварить, как следует настоять. Ну, заварить примерно стаканом воды и настаивать где-то с полчасика. После этого этот вот травяной раствор использовать для ингаляции. То есть можно нагреть кастрюлю с водой. Когда она парит, вылить туда вот этот стакан травяного настоя, наклониться, накрыться полотенцем и подышать. Вот таким вот образом. Эта ингаляция очень серьезно способна снять аллергические проявления бронхиальной астмы, приступы, когда они есть. Для лечения аллергии очень хорошо помогает травяной сбор следующего состава. Цветки ромашки аптечной 5 грамм. Цветки багульника болотного 4 грамма. Дрова тысячелистника обыкновенного 15 грамм. Цветки календулы лекарственной 10 грамм. Вот такой вот сбор. Его следует залить 200 мл кипятка и настаивать в течение 1 часа. Желательно на водяной бане. Затем процедить. Можно при этом отжать лекарственное сырье и дополнить воду, кипяченой водой, до 200 мл. Этот сбор использовать по 50-100 мл. То есть, если вы сделаете 200 мл этого сбора, отвара этого, то у вас будет на 4 приема готово. Значит, использовать его по 50, ну или на 2 приема, если по 100 мл использовать. На 1 ингаляцию или по 6-8 капель в нос 3-4 раза в сутки. Этот сбор хорошо помогает при таких аллергических заболеваниях, как бронхиальная астма, ревматизм, храпивница и экзема. Вот обратите внимание, очень многие мучаются экземой в качестве аллергической реакции и спрашивали, какие средства. Вот такой вот можно сделать лекарственный сбор. Для того, чтобы эффективно справиться с проявлениями аллергии на кожу, можно воспользоваться следующим рецептом. Необходимо взять траву чистотила большого, корень лопуха большого, цветки календулы лекарственной и листья мяты. Всех компонентов по 10 грамм. 5 столовых ложек такого сбора нужно залить рафинированным подсолнечным маслом так, чтобы масло покрывало травы на 1 сантиметр. Настоять это сутки, затем 40 минут стерилизовать на водяной бане, после чего процедить, оставшееся сырье отжать, масло вот это. И это масло использовать для того, чтобы смазывать кожу при зуде и сухости, вызываемых аллергией. Для уменьшения воспаления на коже при аллергии очень хорошо помогает масляный настой молодых побегов сосны. Молодые побеги сосны собирают тогда, когда они отрастают, весной или в начале лета. Затем заливают их свеженьким растительным маслом и настаивают в течение 4 до 6 месяцев. После этого поступают точно так же растительное сырье отжимают, а масло используют для того, чтобы смазывать кожу. Там, где возникает зуд во время аллергии, зуд и сухость кожи. И также воспаление. Вот молодые побеги сосны очень хорошо справляются с воспалением. Участки кожи, пораженные аллергическим дерматитом, очень полезно смазывать кашицы из свежих размятых ягод земляники. Это средство моментально снимает воспаление и раздражение. Очень хорошо помогает. Сильный зуд можно снять, нанеся на кожу уксус, разбавленный водой в 3 раза. То есть 1 часть уксуса и 3 части воды. Таким вот раствором уксуса нужно протереть те участки кожи, которые сильно чешутся. Очень хорошо помогает тоже. Еще один рецепт, который известен, по-моему, всем людям, у которых есть дети. Это ванна с отваром череды. То есть берете траву череду в количестве, ну, грамм 100 примерно. Завариваете одним литром кипятка, настаиваете полчасика и выливаете в ванну, которую принимаете. Для взрослых и детей один и тот же рецепт. Чрезвычайно полезное средство от проявления аллергии ног. Очень хорошо помогает при аллергии точечный массаж. Для этого нужно запомнить и научиться массировать буквально 8 основных точек. Итак, начнем. Главная точка воздействия находится на позвоночнике между выступающими вверх отростками 7-го шейного, он хорошо заметен, и первого грудного позвонков. А две дополнительные точки воздействия располагаются вправо и влево от основной точки на ширине одного поперечника пальца. Техника воздействия на эти точки такова. Массировать точки большим или указательным пальцем правой руки, надавливая с нарастающей силой в течение 2-3 минут. В отдельности массировать главную точку и одновременно две дополнительные точки. Точка 2 находится на стопе под внутренней лодыжкой на границе тыльной и подошвенной поверхностей стопы. Техника воздействия на нее такова. При чувстве нехватки воздуха, ощущении удушья, сильно нажмите на эту точку в течение 2-3 минут, чтобы восстановить дыхание. Третья точка располагается на тыльной стороне предплечья выше запястья на 3 ширины пальца. Техника воздействия на эту точку такова. Надавливайте на нее большим пальцем по 2 минуты и делайте этот массаж ежедневно. Четвертая точка находится в углублении между костями большого и указательного пальцев. Техника воздействия на нее такая. Нажимайте на эту точку большим пальцем другой руки до появления красноты в течение 2-3 минут. Пятая точка находится в основании шеи в центре вырезки грудины в еремной ямке по передней поверхности шеи. Техника воздействия на нее такова. Ее нужно массировать 2-3 минуты до появления красноты. Можно на эту точку прикрепить лейкопластырем медную монетку. Шестых точек 2. Они симметричные, находятся на боковых поверхностях бедер. Если опустить руки по швам, средний палец распрямленной руки укажет на эту точку. Техника воздействия такая. Подушечками больших пальцев массировать обе точки одновременно по часовой стрелке и против часовой стрелки в течение 2-3 минут. Массаж можно проводить в положении стоя или лежа. Седьмая точка находится на передней поверхности голени на 4 ширины пальца ниже нижнего края надколенника при вытянутой ноге. Или на ширину одного пальца наружу от бугристости большеберцовой кости. Техника воздействия на эту точку такова. Ее нужно растирать подушечкой большого пальца в течение 2-3 минут или нажимать на нее 300 раз. Восьмая точка находится в области локтевого сустава в конце складки, которая образуется при сгибании руки в локте на стороне большого пальца. Техника воздействия на эту точку такова. Нажмите на нее подушечкой большого пальца, вызывая болезненные ощущения. И продолжайте делать это 2-3 минуты. И напоследок еще один рецепт, очень-очень простой. Завариваете траву-череду и пьете ее как чай. Чем чаще, тем лучше. Без особых ограничений. Трава не ядовитая, можете пить ее много. Желательно, если у вас аллергия, на период лечения заменить весь другой чай, горячие напитки, на чай из травы-череды. Заваривайте его так, как вам будет вкусно. Настаивайте до тех пор, пока вот это вот сеансы череды сухой не утонет. Очень полезная травка. Ну, на этом все. Все народные рецепты, которые я знала, я вам рассказала в этом фильме. Я прощаюсь с вами. Желаю вам здоровья. И пусть в том случае, если у кого-то из вас или у ваших близких есть аллергия, эти народные рецепты вам помогут. Всего доброго, дорогие друзья. А, да, чуть не забыла. Не забывайте подписываться на мой канал. Будет еще очень много интересного в школе травоведения. Не забывайте ставить лайки под этим видео. Ну, или дизлайки, если кому не понравилось. Особенно, если кому-нибудь не понравились мои милые аллергены в кадре, которые были. И, конечно же, заходите в мой таежный магазинчик. У меня в таежном магазинчике много шикарнейших трав. Много всего вкусного, интересного и полезного для здоровья. Всего вам доброго, дорогие друзья. До скорых встреч. Субтитры подогнал «Симон»